привет зритель купил я себе сегодня обновку они я долго мечтала вообще года с 2000 наверно 12 13 еще хотела тупо такую штуку для нетбуков деревню когда солнышко светит она заряжается ноутбук заряжает но чё-то вот та именно штука которую я хотела на или было очень как-то геморно доставка в углич или там с какого-нибудь алиэкспресс закажи кота мешке или тупо дофига столько стоит что дешевле купить не знаю что и в итоге тут два года три или назад я все думаю надо заказать себе эту надо значит купить себе эту солнечную power bank солнечный аккумулятор аккумулятор с солнечной батареи и что то все как-то ну не до того не до того и значит еще до того как я решила купить себе велик со скоростями спортивные значит я думала куплю себе в мае как раз вот перед дорогой этот аккумулятор а потом что-то как-то и забыла а потом что-то купила этот велик да еще в долги влезла а потом что-то как-то и вообще и тут что-то задумалась а был три розетки поездах мне родичи ну типа может сейчас уже есть розетки а вообще вот говорит мой близкий родственнику у твоего мелкого общего близкого родственника есть значит я бы точно у меня же был когда-то аккумулятор этот ну типа портативное зарядное устройство но но маленькая я не знаю жива или нет на вот думать дойдя достать и протестить как она чистого про запас и помню но нормально тогда работала покупала его в этом на зоне и у телефоном я тогда был который летом прошлым умер с той же самой 2600 этих матчах или как правильно произносить как сейчас и на этом только тогда был телефон такой что вот реально надо было заряжать где-то раз 20 часов а этот можно расстричь дня заряжать а можно и раз сутки если усиленно юзать его не по делу и по делу ну и в общем в итоге ничего то вот игру вот вчера про вчера точнее до вчера как раз сажала картошку с близкими родственниками близкими людьми и вопрошая у близкого родственника общего слушай вот у тебя этот пауэрбанк ты группа чем раун значит ну тысяча там чистосу тысяча двести что-то такое это не вышел на 1150 типа покупал на ли не войну и насколько тебе хватает он типа ну говорит я редко пользу но более как на два заряда я тут читала смотрела я понимаю что в принципе и можно зарядить и видеокамеру на которой я снимаю и тот же фотик там допустим нужно ноутбук я думаю это если мне приспичит это уж отдельно когда-нибудь куплю ну так как у меня сейчас эти ноутбуки один который все никак не продастся 8 часов держит заряд а этот ну где-то около пяти часов тоже принципе прилично иногда и 6 часов смотря что на нем делать то вот тот который сейчас вот тут стоит и малови оптимизирует эту говорильную еду на камеру аж на 54 минуты 43 секунды там такой говорильный запрос и я решила совместить его с едой потому что я так понимаю когда хаваешь на камеру надо обязательно говорить помню просто я на камеру меня кто-то в комментах писал что типа а почему-то не говорит на типа как бы обычно так когда я ем я глухонем но youtube даже это извратил и в итоге короче я решила думаю в днс я куплю потому что ну по крайней мере у них уже проверено знаешь гарантия и то что я вот именно этой их фирмы это дэксп шуй мне телефон этой дэксп и клава которая долина ухода же совмещается с переходником от юсб на эту ps2 тоже дэксп там одна буковка стиралась ну в принципе у меня сейчас наклейки с жума и еще какая-то буковка стирается можно будет шепот наклеить но вообще хорошая клава ну и короче говоря я думаю надо если если у них нас все-таки не только на сайте будут но и наличие там если чё посоветуюсь продавцом этом консультант очень такая девушка была ну во первых я поймала обошла почти пол магазина понимаю что что там не нахожу раньше было одном месте года два назад а теперь другом месте поймала продавца продавец сказала вот здесь у меня носом подошла тут же ко мне девушка спросила чё сколько зачем почему и как я вот так и так и вот мне посоветовали там один а потом друге внезапно игру вообще увидела вас на сайте с солнечной батареи ну на сайте на сайте было типа 2 но тут короче 1 и вот он один был я его один взяла тут у нас что есть это дэксп solar 10 солнечная батарея 2 юсб порта юсб микро юсб ну смысле тире вот так вот индикатор заряда лет фонарик 10000 матч ас вообще никак до сих пор не разберусь в этих матч асах чтоб понять но сегодня зато узнала что у меня восемьсот шестьдесят или восемьсот девяносто короче восемьсот чем-то матч ас вот эта камера с разным аккумулятором я чудо так еще пока я не купила это аккумулятор это что-то там пятьдесят а можно купить что-то там 70 ну мне пока принципе хватает я думаю что у меня будет зарядное устройство теперь есть то как бы вот даже на те три экскурсии что у нас там будут не в принципе может днем утром допустим но или днем уедем вечером приедем и но у меня вполне за глаза и уши хватит даже если подзаряжать придется как бы нужны вот в другом еще аккумуляторе нету ну в общем чё тут у нас еще декс портативный аккумулятор солнечной батареи цвет оранжевые емкость батареи при 3 из 3,7 b или ватт наверно равна 10000 матч ас на все-таки прочитать про эти матч ас какая-то мертвенькая такая сегодня вообще чуть ласты не склеила в пятерки предыдущий обзор вот как сделала пятерки посвященный потому что пятерки купила и вот ласты чуть не склеила да и сейчас что-то как-то и будут сварила перемешки положила то сливочного масла внезапно выясняется что сливочное масло ласты склеила и еще одно у меня сливочное масло ласты склеила вообще прилично еды у меня склеила ласты лёля любитель забывать про еду в общем входное напряжение 5 вольт ватт хэза короче 5 в я забыла в электричестве обозначает давно это было в школе на физике запятая 1000 ма ма выходное напряжение 5 в и 1000 ма и видимо на 2 юсб дырки 5 в 2000 ма размер 128 на 78 с половиной 24 миллиметра вес триста сорок триста двадцать пардон грамм не еще спросили к там какой углу ну как вот телефон ну не больше типа того что думал нафиг мне какой-то большущий громоздкий лишние там атаки грамм и тащить собой даже если так вот сумку положил он так-то в принципе увесистый ну а учитывая шон с этой солнечной батареи он примерно такого размера и должен быть вообще там бывает такое что вот с такая фигнюшка и можно прицепить другую фигнюшку и на рюкзак зафигачить но видимо они разные потому что это по моему без такой фигнюшки но мне принципе на рюкзак фигачить ее и не обязательно потому что я как бы и без рюкзака аксессуары usb так кабель usb-micro usb кнопка проверки уровня заряда есть индикатор заряда 4 запятая лет usb порт 2 но и тут чем можно зарядить типа телефон на наушники видимо как это юсб или bluetooth или что-то гарнитура потом планшет смартфон читалку и mp3 плеер у меня кстати где то есть mp3 плеер этот яблочный мне когда-то давно как бы типа бывший бойфренд задарил но я им как-то и не пользуюсь но он мне вообще несколько лет лежала и в этой квартире и вот так как бы он сюда приехал достала что-то с приятелем пообщались от ну три недели в чатике ну скидывал губя чуть-чуть у меня что-то подобное типа было типа хорошая штука но она мне так лежит короче то хорошая штука почему так она вот это окажется крышечка закрывается вот что это чем вот так и эта фигня это чисто на крышечке да не помню говорила или нет полгода гарантии на него мне по чеку выдали вот я тут вижу этот юсб сейчас я снова закрою опускайся вниз видимо в общем вот она за эту ручку держится ну когда закрыто тут заклеена туда держится а сейчас уже не не закрытая не заклеена проводочек упали в общем пустой коробочка вот здесь у нас беленький микро юсб просто юсб проводочек я так узнала еще смущал моменты как-то не догоняла вот если она солнечной батареей то она только от солнца заряжается игру допустим вот едешь поезде темно или просто солнца нет и ну и надо как-то зарядить гру его изначально можно допустим от компа заряжать да можно с компа зарядить но еще как можно и от солнца ну типа от света ой это фигня но она мне уже не нужно тут пласты склеила короче вот такой проводочку маленький в каментах я читала ну мне писали что там короткие проводочки куда длиннее до проводочек то вы собаку выгуливать собираетесь тут у нас какая-то видимо инструкция надеюсь дексп клуб дексп руководство пользователя какое счастье это сомневаюсь что местами я сейчас даже вам ее прочитаю уважаемый покупатель благодарим вас за выбор продукции выпускаемой под торговой маркой дексп мы рады предложить вам изделия разработаны изготовленные в соответствии с высокими требованиями качества функциональности дизайну перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство в котором содержится важная информация касающаяся вашей безопасности а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним позаботьтесь о сохранности настоящего руководства используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовать не прибора блин какой мелкий шрифт люди вы вообще вы понимаете что это могут читать такие очка реки как я я просто сейчас что-то вспомнила мы с подругой они не с подругой это мы сестрой были короче в деревне у меня новая плитка лепестерическая стала читать и ну как ее там включать перед тем как заюзать и чё-то грущат гру тут наверное ну говорю сестре вот глю там в этой в электропечке такие всякие совет эксплуатации были чуть ли не не сувать туда кошку и не запекать ну говорит правильно гритата и производитель обезопасил себя что как бы был какой-то случай в америке что там тетка запекла в микроволновке засунула микроволновку в кошку чтобы ее посушить а кошка умерла после чего тетка засудила эту компанию что компания не сказала ей о том что нельзя микроволновке кошку сушить ну и как бы оказывается вот другая точка зрения совершенно это другого скажем человека имеем что это не советы полотну как бы обезопасить пользователя на самом деле эта компания пытается обезопасить себя от всяких идиотов которые пытаются сушить кошку микроволновки что у нас тут дальше портативный аккумулятор предназначен для подзарядки мобильных цифровых устройств том числе при отсутствии доступа к электрической розетки это то бишь блин он лежал кверху жопой это вот здесь вот был проводочек и бумажечка а вот здесь вот у нас она такая гладенькая даже не думал что она вот именно такая гладенькая животное выползи модель solar 10 выход 5b 1.0 а точнее это вход был выход 5b 1.0 а дробь 2.0 а емкость батареи 10000 мак выход 2 а вход выход 1 а вот тут это да вот тут фонарик короче вход наверное через этот правда вот этот судёж сюда и можно подзаряжать вот значит для чего это проводок а вот эти дырки юзбишные оставляется у меня как раз отжила проводок подзарядочный от вместе с дексповским мобильником точнее смартфоном этим потому что камеру не как камера он тут пишет тут у нас ничего нету и вообще на самом деле вот эти дни там дэксповские советовала продавщица ноут смысле консультантная и он там был на 11 матч и на 10000 матч там был и вот разница от этой вот батареи солнечной вот который на 11 он где-то 900 899 грубо говоря 900 рублей до без рубля которые на 10 там вот ну тоже около чё-то 800 900 у грубо говоря не где-то вот ну на 200 300 рублей дешевле чем вот такой же только с батарейкой я сначала думала что ну вот видела в сети что там чуть ли не за 450 можно купить солнечной батареи думал купишь такой солнечной батареи вообще ничего заряжать не будет ну что типа это как бы скупой платит дважды думаю если будет дэксповская именно фирма именно их днсовская фирма ну вещь то я куплю их а если нет ну значит куплю то что без батареи солнечной но на самом деле мне очень хотелось солнечную батарею что думаю если покупать то пусть так вот уж лучше чуть чуть подороже чем не непонятно что ну в смысле то что вот как бы чтобы чтобы не покупать потом повторно чем вот она у нас ну конечно потяжелее чем этот телефон но мы побольше тут у нас видимо индикатор заряда больше никаких кнопочек нету фонарик пока ничего не буду жить может быть это и не только индикаторную кнопочку меры предосторожности пожалуйста внимательно прочитайте ниже изложенные меры привет предосторожности перед началом использования портативного аккумулятора по скобочках дима потом он будет сокращаться да по следуйте данным инструкциям в избежание повреждения ваших цифровых устройств первое устройство содержит встроенную литий-ионную батарею после первого использования или если устройство не используется длительное время зарядите его полностью после первого значит так вот его заряжать ну зарядим полноценная производительность устройства достигается только после двух-трех полных циклов зарядки и разрядки хорошо тогда ему поюзают спидай так хотела его тестово поюзать значит тут специально поюзают два-три раза ну так два-три дня сколько вообще поюзают так чтобы он конкретно уже обработал так используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства использование некорректно подобранного сетевого адаптера кабеля или насадок для зарядки может повредить ваше устройство либо подключенный к нему мобильное устройство единственный минус это значит от компа только заряжается то на работу какой-то переходник брать ну или эту розеточку ну в крайнем случае схожу к ним скажу мне надо вот эту вилочку в которую это юсб-шечка вставляется чтобы от сети зарядить причем не от компа именно от сети и куплю у них так использование некорректно подобранных сетевого адаптера и кабеля и нас кабеля или насанок для зарядки может повредить ваше устройство либо подключенный к нему мобильное устройство так это ваше устройство видим этот тут кирпичик сетевой или кабель как же тут мелко да еще наполовину стерто люди для кого вы это рассчитываете на суперзарядчик наверное так и есть всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией не храните прибор при повышенной или пониженной температуре думаю это и так понятно так не погружайте устройство воду и не подвергать его действию влаги есть какие-то противозначит водные но это те которые крепятся на рюкзачок они еще побольше подозреваю потяжелее они еще как-то так обделаны такой резиновой фигней у меня у мелкого родственника так телефону делал мне сказавшего типа можно вообще погружать на черт на какую глубину в воду и мы ничего не будет смысл телефона так не погружайте в воду не подвергать его действию влаги предохраняете устройство от падения ударов тряски грубое использование может повредить внутренние контакты платы контакты и платы храните устройство и весь его комплект вдали от детей благо у меня их нет на мое счастье во время зарядки устройства и сетевой адаптер так во время зарядки устройства сетевой адаптер могут нагреваться это нормальное явление хорошо вот у меня на хаппер или как он там был тоже такая фигня была в инструкции не подбирайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла видимо кто-то пытался не квалифицированные манипуляции с устройством модификации ремонта т.д. могут навредить устройству и вашему здоровью видимо это тоже кто-то пытался следуйте местному законодательству и не пользуйтесь устройством места где это запрещено например во время взлета и приземления самолета вблизи медицинского оборудования и т.д. так как она может быть вызвать помехи вот я знаю что японские самолеты как бы с вайфаем интересно вражке такое бывает потому что я помню когда ехала из калининграда обратно в москву хотела сказать россию это же россия да со мной ехал мужчина и женщина и вот женщина настолько истеричная коза была ее там просили как бы этот телефон вырубить еще что-то ну в общем как бы все нормально было но она хамила всем подряд особенно бедненьким девочкам которые вот эти вот как они их называют сюрдесы так технические характеристики батарея ли и ли тире и он 10 тысяч матч входное напряжение dc 5 b 1 а выходное напряжение dc 5 b 1 а дробь 2 а время зарядки приблизительно 12 14 часов ептыть это это его заряжать что ли столько на времени ну ладно рабочая температура от 0 до 45 градусов цельсия вес 301 грамм 320 тогда это вместе с этим проводом что ли габариты 128 на 78,5 на 24 миллиметра так схема устройства солнечная панель это солнечная панель вкл выкл вкл выкл о вот чего оказывается надо было только вот на эту хрень нажать в общем туда чуть-чуть продвинул и она выключена а сюда чуть-чуть продвинул и тут три фонарика один не горит сейчас он вообще перестал гореть так лет индикатор емкости то бишь три фонарика или четыре фонарика так вкл выкл лет индикатор микро юсб это я увидела вход а 1 а вход 2 а фонарик вход 2 у нас по моему больше живет отдает в смысле интрукция по эксплуатации зарядка ставьте connect micro usb в соответствующий разъем затем подключите usb коннектор кабеля к сетевому адаптеру либо usb разъему пк у нас сетевого адаптера тут нету как я уже говорила если что я его потом отдельно куплю когда идет зарядка лет индикатор мигает по завершении зарядки он перестает мигать изога и загорается стабильно пардон может на него так вот потому что я что то на себя его положила он заптух ладно дальше разберемся так зарядка мобильного устройства от па подключите micro usb коннектор кабеля к вашему мобильному устройству а usb коннектор к выходу новому разъему на 1 2 а 1 2 а в зависимости от типа вашего устройства нажмите клавишу вкл выкл и зарядка вашего мобильного устройства начнется это время индикатор будет мигать а если он погаснет полностью это значит что по разряжен сейчас посмотрим так это от камеры эти вообще дырки как бы могут быть может быть он и не подойдет сейчас посмотрим может и подойдет да видимо он все же этот не для той дырки другой надо родной иди сюда чувак длинный можно выгуливать как собачка на палатке вот заряд пошел сейчас я вам попытаюсь это как-то показать если видите то там три огонька горит ну в общем на три четверти он заряжен и сейчас я покажу этого чувака откройся у него вообще может быть и не видно но на самом деле там идет заряд в общем пусть он у нас пока заряжается а мы почитаем дальше в общем в это время индикатор будет мигать а если он погаснет полностью это значит что по разряжам он у нас не мигает он у нас тут вот это у нас от солнышка заряжается ну я думаю он там в основе заряжался в магазине от того что лежал мордочкой кверху на витринке что у нас тут дальше фонарик нажмите клавишу вкл выкл чтобы включить или выключить фонарик у нас уже вот тут две палочки так чтобы включить или выключить фонарик вкл выкл вкл выкл наверное действительно это надо без всяких этих штук делать но потом пойму в принципе мне фонарик тут вообще как бы без надобности особой комплектация по да микро usb-кабель руководство пользователя да вот тут все на месте шейкшор простудила с другой стороны вообще тут что-то помираю в очередной раз так значит дополнительная информация изготовителей Дунгуани Хуэй Чен Чен Электроникс Технолоджи СНТ КО ЛТД Промпарк Байхао Хоуцзэм городу Дунгуань провинция Гуандун Китай полномочное изготовителем лицо Трио Атлас или Атлас ХЗ ну и ссылка на Володи Восток товар прошел обязательную сертификацию Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества фактический интерфейс устройство может отличаться от представленного в данном руководстве изготовлено в апреле 2018 года и адрес в интернете www.dexp.club производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует что изделие не имеет дефектов в материалах к сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия уже одна палочка горит и распространяется только на новые продукты гарантийное обслуживание входит в бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течении гарантийного срока на территории уполномоченных сервисных центров при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя срок службы изделия предназначен наличного пользования непрофессионального использования составляет один год при условии соблюдения правил эксплуатации но я надеюсь он мне подольше послужит чем один год в общем вот такие пироги вот у нас тут один идет я правда вообще смотрела что там где-то есть быстрая зарядка а тут ничего не было написано по поводу быстрой зарядки не знаю но было 24 стало 25 посмотрим как он будет себя вести вот такой у меня обзор покупка всем спасибо кто осилил цей ролик до конца если вы решите купить в днс дэксповскую solar 10 или еще какой-нибудь аккумулятор на солнечной батарее то круто пока 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 пока